Добрый день! Магазин из Техник, Санкт-Петербург. Меня зовут Сергей Кудрик. Сегодня у нас на обзоре лодка RIG 3,340. Это обновленная модель 2023 года. Так она выглядит в упаковке. Сейчас померим ее галоваритные размеры. Здесь у нас получается 1,15 м. По ширине 67 м. По высоте 37 м. В этой сумке будет лодка. По второй сумке у нас размеры сумки 1,20 м на 1,33 м. В этой сумке у нас идет ремкомплект. Здесь заплатки, клей, паспорт, клей и штуцер для ножного насоса. Ножной насос комплекта. Дальше. Идут весла, два весла и две банки. Размер банок 1,24 м. Сейчас весим отдельно вес лодки и банок. На лесах у нас сама лодка RIG 3,340. Вес самой резины 35 кг. Сейчас я положу банки, на которых съедят 41 кг. И плюс вес лодки. Около 42,5 кг вес комплекта. Сейчас накачаем. Посмотрим внешний вид. Итак, мы накачали нашу лодочку RIG 3,340. Руки нестепрешные, обычные. После речи, после речи, все сделано добротно. По периметру баллонов у нас приклеен привальный блок. Там нужен для того, чтобы защитить баллоны. Также к ним крепится дополнительное оборудование. Носовой тент и другие аксессуары. Баллоны в этой лодке 46-е. Достаточно большие. По внешнему рассмотрим облику. Здесь у нас приклеен лилерный трос, на который можно лодку переносить либо держаться на носовой части. Также приклеены ручки. Удобные мягкие ручки для водителя с двух сторон или есть. Также здесь у нас уключены весла. Есть ручки на хронусар для переноски. Спереди у нас также две ручки уже установлены. Это стандартные. Вот эти ручки. Две ручки и одна посередине рем-ручка. Смотрели. Теперь идем к трансу. Задняя часть. Здесь транс выполнен из бакелитовой фанеры. Снизу у нас идет интерцептор пластиковый. Притон. Высота транса у нас около 41 сантиметра. Это под стандартную ногу S. Интерцептор пластиковый. Он задает форму дна и при этом он позволяет лодке хорошо управляться. Также особенность какая. Дно здесь герметичное и отдельно от интерцептора. То есть если вы повредите интерцептор, дно у вас не спустится. То есть дно это отдельный баллон воздушный. Это просто сверху идет накладка. Для того, чтобы была управляемость, хороший срыв воды и улучшены скоростные характеристики за счет этого интерцепта. Здесь у нас накладки пластиковые. С одной и с другой стороны. Толщина транса у нас 27 сантиметра. Хороший транс толстый. Выдерживает до 15 лошадиных сил. По шильдику мы смотрим. Максимальный мотор 15 лошадиных сил. Максимальная пассажировместимость 3 плюс 1. Здесь достаточно комфортно быть 4 человеком. Но вдвоем будет самый раз. Так, это внешне. Посмотрели. Сейчас перевернем, посмотрим отсеки. И также посмотрим дно. Сейчас померяем высоту посадки от лавочек до пола. Так, сейчас замеряем. Высота у нас 31 с половиной. Достаточно удобно, высоко. В этом месте чуть повыше 33 с половиной. Потому что здесь идет подъем носа. Сейчас перевернем, посмотрим с другой стороны. Размеры карпита от баллона до баллона здесь получается 83 сантиметра. Широкий карпит хороший. По длине от носа до транца 239 примерно вот так. Хороший простой костей. Перевернули лодку, смотрим количество надувных отсеков. В баллонах их три. Первый отсек, задняя часть. Клапан воздушный здесь находится. Клапана Голубевский, Санкт-Петербург. Второй надувной отсек, это носовая часть. Вот он. Вот это носовая часть. Второй отсек, клапан здесь. Третий отсек также. Сзади, задняя часть. Четвертый отсек, это у нас дно. На дне установлен аварийный автоматический клапан. Сброс и сбудка давления. При перегреве он сработает и излишки воздуха спустит. Банки мы меряли. Метр на 25, на 24. Хорошие широкие банки, удобно будет сидеть. Ну и по фурнитуре все. Мы уже посмотрели. В принципе. Вот, сейчас переключим 340. Смотрим дно. Дно необычное здесь. Таких лодок вообще нету. Это запатентованная технология. Это тримаранное дно. Здесь увеличенные спонсоны. Воздушные отсеки вот такие вот большие. Они сделаны для устойчивого прохождения по воде. Они задают устойчивость. Также приподнимают лодку. И она идет вот на этих спонсонах дополнительных. Уменьшает сопротивление при движении на воде. Они задают устойчивость. Сзади у нас интерцептор стоит для жесткого срыва воды. И для самой конструкции. Придает ей жесткость. На дне у нас установлена штатная броня. Это девятка. Лента резиновая 9 сантиметров. Здесь у нас по центральному киду шестерки идет. Вот это стандарт. И сзади у конца также лента девятка забронирована. В нашем магазине мы устанавливаем фурнитуру на лодку. Например, якорный рым с роликом. Дополнительные какие-то ручки. Все, что вам нужно, мы можем установить. Шьем тенты самостоятельно. Устанавливаем. Все подгоняем. Также мягкие накладки различных цветов. Комплекты. Две накладки и сумка снизу под банку. Устанавливаем колеса трансовые. Колеса у нас различные есть. Быстросъемные, откидные, надувные. Есть вот такие полиуретановые. Они не боятся проколов. Тоже очень популярные. Все устанавливаем. Бронируем дно. Лодку. Риф-притон. Риф-40. Достаточно широко, комфортно. Она не узкая, она широкая. Поэтому здесь есть место расположиться. Можно вдвоем сесть. В стеллили два человека. Достаточно удобно. Мотор до 15 лошадиных сил. То есть запас хороший, приличный. Удобно сидеть. Она устойчивая. Ни каких-то нет качаний. Ровно стоит хорошо. Лодка очень популярная. Поэтому, если вам нравится такая модель, звоните, пишите нам. Мы организуем доставку в любой город России. Пишите, звоните нам. Всем пока.